Быть многодетной мамой сложная работа. Без оптимизма и любви справиться с такой задачей непросто. Все свое время они посвящают семье, при этом часто забывая о себе, что в свою очередь может привести к последствиям в виде депрессии, эмоциональной перегруженности. А ведь дети не могут быть счастливы, если несчастна их мать. Разнообразие досуга, найти близких по духу людей многодетным мамам помогают в клубе многодетных семей. Лариса Микулик состоит в нем с момента открытия, и мысли выйти из него до сих пор не посещали. И вот почему. Здесь мы отдыхаем от своего быта и находим что-то новое, познаем новое, учимся новому. Ну и также даже физкультура, та же фитнес занимаемся, для здоровья полезно, делимся друг с другом советами. Мы вместе все общаемся, созваниваемся. Если кому-то нужна какая-то помощь, обязательно каждый друг другу поможет. Мамы детей отдали в школы, в садики, и уже снова необходимо им находить время для себя. Поэтому такая встреча снова напомнит им то, что можно приходить на занятия, общаться, встречаться. Темы занятий у нас различные, безграничные возможности и про семей, и про обучение деток, и про здоровье разговариваем. Клуб многодетных семей – не единственное направление работы отделения социальной адаптации и реабилитации. Основная деятельность проходит по адресу Веры Харужей, 8А, куда совсем недавно переехали специалисты. Здесь оказывают помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Обращение поступает из мест лишения свободы, из лечебно-трудовых профилакториев. Посильную помощь оказывают жертвам домашнего насилия, людям с инвалидностью. Также мы работаем с многодетными семьями в таких направлениях, как административные процедуры. То есть это назначение семейного капитала, досрочное распоряжение средствами семейного капитала и выдача и удостоверение многодетной семьи. Тоже более подробно можно либо по телефону нам позвонить, номер телефона наш 52-70-10, либо прийти к нам на консультацию по нашему адресу, по-новому. Также отделение оказывает социально-педагогические, социально-посреднические услуги, социальный патронат. То есть семьи, которые самостоятельно не знают, в какие организации обратиться за помощью, мы такие семьи можем консультировать, перенаправлять, сопровождать. Оказание материальной и гуманитарной помощи – самые популярные запросы. И если первую оказывает государство, то вторую – сами люди, которые не выбрасывают свои вещи, в отделении им дают вторую жизнь. В отделении социальной адаптации и реабилитации Ленинского района Бреста числится 106 граждан пожилого возраста, проживающие с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, и 41 человек, пострадавшие от насилия в семье. Оставаться безучастным в решении таких вопросов невозможно. Ольга Герцог это понимает и старается найти те пути решения, которые смогут помочь человеку. Каждый случай индивидуален, и мы, естественно, понимаем, что это наши подопечные, это граждане, проживающие в нашем Ленинском районе. В каждый случай мы стараемся рассмотреть индивидуально, найти нужные, правильные механизмы решения проблемы человека. Мы включаемся в каждую ситуацию, рассматриваем каждую ситуацию индивидуально, подключаем всегда и другие субъекты профилактики, чтобы работать совместно и комплексно решать проблему каждого человека. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.